Добрый вечер! У ГДУ имя Франциска Скарыны отбусе день открытых дверей. Журналисты телерадою компании «Гомель» отрымали две узнагороды республиканских конкурсов на лепшые материалы у СМИ. И больше подробязна об этом и не только. Беларусь не может заставаться у Баку от трагичных падей у России. Про это заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Подрученни керавника державы сегодня над будинками резиденции президента Беларуси и инших держустанов по всей краине приспущены державные стяги. Ознак солидарности и смутку в связи с авиакатастрофой у России. Обмежеванное так само проведение и трансляция забавляльных мероприемствов и программ. Память загинувших у вынику трагедии у России на нараде зуделом керавника державы ушановали хвилиной маучанья. Протягиваем выпуск. Сессия Гомельского областного совета депутатов сегодня затвердила показчики социально-экономичного развития и бюджет на наступный год. Основная увага у 2017-м будет нададена повышение продукции работы, увеличение объема экспорта товаров и послуг, а так само створение новых прационных мест. Олег Синцеров ознайомился с перспективами. Прогнозные показчики социально-экономичного развития Гомельской области на наступный год относно невеликие. У селяки мрази двухзначных личбов в этом документе нема. Олег, это не значит, что выконать их можно будет просто и без значных намаганий. Продукционность працы – 101,4%. Экспорт послуг – 104,6%. Валовый региональный продукт – крыхубоч за 101%. Все показчики распроцовываются за униками реальных экономических остановищ, как у самой Беларуси, так и у основных краинных партнёров. Показатель ВРП – 101,3%, но он, несмотря на то, что он кажется небольшим, он достаточно напряжённый. В этом году динамика, к сожалению, отрицательная этого показателя. Поэтому все показатели, которые мы для себя наметили и будем предлагать к утверждению, нацеливают нас на тяжёлую, кропотливую работу. Планируется, что более 105% у нас будут обеспечиваться экспортные показатели. Ну и, безусловно, один из важнейших на следующий год – это создание новых рабочих мест. Что дальше с бюджетом, то его наполняленность будет задержать в первую очередь от вынеку работы реального сектора экономики, начиная от деятельности таких гигантов, как Мазарский нафтоперепроцовщий завод и БМЗ до приватных предприемств. Некого дефицита на наступный год не заплановано, а лежать придется литерально по сродках. В этом же жилевом будовне, например, держава пыльную допомогу окажет, а не обходно различовать и на властной махчимости. Упор государства делает – создать условия для гражданина, чтобы он мог реализовать свое право на стройку. Пожалуйста, сети, водопровод, канализация, электроснабжение – государство это сделает, дальше индивидуальная застройка. То есть вовлекать граждан в это движение. Отсюда и акценты финансирования. Сирот основных границ финансовых поступлений в областный бюджет. Податки, доходы от выкрестания державной майомости, дивиденды по акциям, а так само державные субвенции, утымлику на переодоливание на собственную катастрофу на ЧАЭС. Что тычется расходу, то тут, как и в попередние годы, головная вага так званым гарантованным обовязкам во всем остатнем придется экономить и по максимуму берегче тое, что уже есть. Из двух и трех десятых миллиардов рублей у нас социальная сфера занимает более полутора миллиардов рублей. В первоочередном порядке предусмотрены защищенные статьи расходов. А вот расходы на текущее содержание и проведение ремонтов, они формировались исходя из наличия источников, которые невелики. И в составе той же социальной сферы удельный вес всех видов ремонтов и приобретения оборудования он занимает всего лишь 1,6%. Абласный территориальный фонд «Гомель» обломаемостью першыню отрымал заявку на продажу объекта у нерухомости от удельников электронных торгов. Сирот перовах гэтай формы работы, скорочение финансовых затрат, абсолютная прозристость процессу, изменшение часу, які необходны для проведения операции. На электронные торги, якие отбудутся на гэтым тыдне, выставляются 16 объектов, размещенных у Мазырскими и Жлобинскими районах. Пачатковая цена на продажу вагается от 21 до 730 тысяч рублей. Умовы выкаристания нерухомости от реконструкции под жилье до организации вытворчасти. Усяго у гэтым месяцем на торгах на Гомельщине пропануются каля 130 объектов нерухомости, причым назначенную частку будинка у першопачаткова цена знижена. У одной из ведущих ВНУ региона ГДУ имя Франциска Скарыны прайшоу День открытых дверей. На его запросили навученцев 11-х классов з розных установ аддукации в области. Для будущих абитуриентов наступил, напевно, один из самых отказных периодов у житти. Те, кто еще не поспелит свой выбор, повинны вызначиться с профессией. Як правило, на День открытых дверей во университет школьники приходят метанакерована. Посяздачы централизованного тестировання, минавіта у ГЭТ и УВНУ, яны падают документы. На таких сустречах с выкладчиками потенциальные студенты могут доведаться об умовах поступления и навучания, далейших профессийных перспективах. Во установе постоянно сочат за ситуацией на рынку працы. Стоит задача не просто дать выпускникам якосную аддукацию, а ле забеспечить их першым працонным местцам. С этой целью в университете созданы 58 филиалов на предприятиях, в организациях, в школах, гимназиях, лицеях. И благодаря вот этому тесному сотрудничеству с предприятиями у нас улучшается качество практик, качество подготовки курсовых, дипломных работ. И в итоге предприятия более охотно берут наших выпускников на работу. На переддне новогодних и калядных святы у популярной у покупников становится пиротехника. Тым часом для представников гандлю, які реализуют такий товар, иснує шерох потребованьеў. У приватнасті строга забороненый продаж пиротехніки детям во взросці до 15 годов. За порушэні продугледжаны штраф до 10 базовых величынь. А крэмя таго, суб'екты гандлю, які займаюцца продажем пиротехніки, павіны притрымлівацца технічнага рэгламенту мытнага сайоза і правіла ў пажарнай безпекі. По обовязковым парадку прадавец павіні назнаёмець пакупніка з інструкціей. Усувізі з надыходячымі святами сурьозных змен у работі організація ховыздаруўе не плануецца. Прагэта паведаміли у Гомельской центральной городской поліклініцы. Так, для больницы, поліклінік святочный графік установлены на першая і сёмая студеня. У звычайным режимі установы аховыздаруўя працуюць другога студеня. По суботнім графіку пацієнтаў будуть прымаць 31-го снежня і 21-го студеня. Дзяжурные змены приёмных адзяленьяў, травматологічных пунктаў, адзяленьяў інтэнсівной терапії і реанімаціў будуть узмоцненныя кваліфікованными спеціалістами. Сёня 100-гадовый юбилей адзначаў Гомельчанка, ветеран Вялікай Айчынной вайны Вольга Алекса Польская. Яна нараділася яшчы ў часы царской Расіи 26-го снежня 1916-го года. На ёе жыцё прышлосі 2 сусветныя вайны і складаны піры ад паслевоеннага аднаўлення. Першы гады жыцця Вольга Алекса Польская правіла ў Курскай в області, затым пераехала ў Ленинград. Там паступіла ў інстытут, асваўвала професію экономіста. А пошній спыт здала 21-го чэрвэня 41-го года, а назаутра ў Сталінградзе ўжо сустрэла вайну. Туды дзяўчына трапіла па размеркаванні на першая месца працы – на Червонармейскі судно-рамонтны завод. Аднойшы, калі военная сітуація патрабывала эвакуацій работнікаў, а малю весь коліктыв з'ехаў. Засталася Вольга Дзмітреўна і аше прыкла на 40 чылавек, яны былі павінны выконываць военные заказы. Затым ўсё ж такі прышлося эвакуіравацца і некалькі дзёнысті пешшу да Татарстанскага Чыстапаля. А затым знау тяжкая праца на карыст савецкай арміў і Вялікай Перамогі. Запрацовны подзвіг жанчына трымала медалі за доблісную працу ў час Вялікай Айчынной вайны і запрацовную адзнаку. Адразу пасля вайны вышла замуж і прыехала ў Гомель, дзе з мужем пражыла амаль 40 гадоў. Сёння ёе акружаюць двоя дзяцей, троя ўнукаў і троя праўнукаў. У гэтаж дзень з ўбіліем ёе таксама прышлі павіншаваць працтаўнікі Улады, прадпраемства «Белводшлях», савета ветэранав і работнікі пашпартнага стала, які ўручылі менініці новы пашпарт. «Очень я, конечно, рада, но і в то же время смущает мене то, що очень большое внимание ко мене, к старому чоловіку. Приятно і получать і подарки, і поздравления. Я могу сказаць, що я не обіжжана вниманием». Беларускі література знаўцца і письменнік Іван Штэйнер прадставіў навуковаму асяродзю сваю новую кнігу. Выдання падназвай «Голод. Володарна дусім», прасвечану васаблэнію аднаго з галуных пачуціў ўластівых чалавеку як живой істоці. Іван Штэйнер, доктор навук, професар, член-корэспандэнт Межнародной акадэміі навук Єуразі. Йон аутар шматлікіх навуковых і літературных работ. У дзілу обмеркаванні новага выдання прнялі выкладчыкі студэнты ГДУ ім'я Франциска Скарыны, а таксама навуковцы, філософы, багословы і супрацоннікі бібліатэк. Кніга адлюстровувае концепт голаду ў беларускай ісусветнай літературы. Пачынаючы ад Бібліў, эпохі Сєрэднявечча і до наших дзён, Іван Штэйнер прааналізаваў, што працтавляя сабой такоя пачыцё, як голад і як яно ўплывае на творчаць, дзейнаць і жыццё чалавека. Заробліны такі аспект, паглядзець, як ўплывае на масацьку творчація, калі сам аутар галодны, напрыкла. Як ўплывае ўспрыняць, што можна зробіць ў чалавекам. Усё такі як ўэта чалавек, ці гэта велишна такая узнёслая особа, анёл, ці ўім нешта ёсць такое, і пачаткі, які звязаны жывуальныў таким, бо ў чалавеку якраз так арганічна это і сполучано. Журналісты Телерадео Кампаніі Гомель отрымали дзвё ўзнагороды республіканскіх конкурсов на лепші матеріалы ў СМІ. Па выніках національной туристычной прэмії «Пазнаю Беларусь» наша Телерадео Кампанія адзначана ў номінація «Сродак масаваў інформація года» – Телебачыння. Перамогу прынеслі праграма «Запрашаем на Гомельщину» цыкл фільмаў «Экологія Гомельщины» і выпуск «Добрый вечер Гомель» на тэму развіцця туризма ў регіоне. Аутары і ведучыя праграма Александр Хавейка і Катярына Жданович таксама сталі пераможцамі ў конкурсі для журналістав на лепшіе асвятленні ў СМІ темы жыцця бежанцаў. Дареўшы ў делу конкурсі, які праводзіла управління Верховнага Камісара ААН па справах бежанцаў і Межнародне громадське об'яднання «Развіццё» приняли 27 беларуских сродкаў массовой інформаціў. На суд журы було представлено більш як 70 матеріялаў. Знаете, чаще всего в дипломе указывают имя автора либо компанию-производителя. Однако мне бы хотелось исправить эту несправедливость. Наталья Гончаревич, Ирина Артёмова, Дмитрий Родянко, Сергей Лукашук, Евгений Макеенко, Артём Коржицкий, Елена Теленченко, Наталья Белинкова. За этими победами всегда стоит большая творческая команда. В следующем 2017 году наша большая дружная команда планирует продолжать хорошие традиции, радовать вас интересными программами, поднимать актуальные важные темы, приглашать оригинальных героев в нашу студию. Смотрите нас на телеканале «Беларусь4» весь следующий год. А пошній тыдзень 2016 года сустреў ветраным надвор'ям. На завтра Украине обвешаны оранжевы узровень небезпеки. У Гомирской області парывы ветру в ближайшые часы будуть узмацняцца і завтра досягнуць 20 метров за сякунду. Нашныя температуры складуць ад минус 4 до плюс 1, дзённыя ад нуля до плюс 4. Затым чыкаецца паслабленні ветру і пахаладанні. На большай час цы тэрэторый в області увесь тыдзень будзе воблачна. Чыкаецца мокры снех, ёсць рызыка з'явлення галалёдзіцы і туманав. 31-го снежня апаткі малаверагодныя. У новагоднію ночь па па перэдніх прагнозах чыкаецца паніжэння температуры до минус 9. У першы дзень новага года аслубкі термометра уздымуцца да 2 градусав цяпла. І пра спорт. Заутра адбудзецца 29-й тур Чэмпіонат Україны па хакеі. Гомир свой паэдынак праведзе на домашній пляцовцы. Сапернік Дэнамо Маладзечна, ікі у турнірный табліцы размещаецца на адзін радок ніжэй гамельчан. Вогняныя рысі пася перамогі над сталёвымі ваукамі размещаюцца на 4-м месцы. У гамельчан 57 набраных балав. Дарэчы жлобінскі металург заутра наведаецца ў гості да салігорскага шахтёра, ў якога таксама 57 очкоў ў актыве. Так што перамога сталявараў да паможа гамельчанам вернуцца ў тройку лідару першынства. Але зумовы і калены таксама здабудуть Віктораю. У гамелі юныя боксёры падвілі вынікі адыходячага года, які належыць зрабілі яны гэта на рынгу. Больш за 130 спортсменов з усіх кутков гамельскай в області прайнялі ў делу адкрытым першынстве па боксі гамельской здюшар профсаюзов «Алимп-2015». Турнірах апіусі ў зроставае катыгоры. Самым малінкім удзельнікам було 10 гадоў. Яны робіць толькі першыя крокі ў боксі, і гэтае з паборніствы для іх дэбютныя. Дарэшы поядынкі самым малінкім боксёраў па напалі і відовічності не саступаюць баям з ў делам больш вопытных байцов. Недахопы технікі і сілы компенсуюя вялікая жаданні перамахчы. Азначым, што першынство з дюшар «Алимп-2015» традиційна праходзіць ў канцы года. На гэтым выпуск завершаны ў студы працавала Наталья Ігнатенка. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэчу ефіры.